Всем привет! С вами Пауль Крец и это мой обзор Canon EOS RP. Да, поздновато, поскольку она уже не первый год на рынке, но сейчас возникла такая возможность благодаря вот этим двум замечательным людям, чьи инстаграмы я сюда прикрепляю на экране, которые предоставили мне Canon EOS RP и EOS R, на которые мы снимаем сейчас и обзор на который смотрите в отдельном видео. Прежде, другой подписчик предоставил мне R6. Это одна из топовейших беззеркальных полнокадровых камер. Великолепный аппарат, но очень дорогой. Обзор на него смотрите тоже в отдельном видео и там я много чего рассказал, что в том числе будет пересекаться с обзорами R и RP, потому что это все полнокадровые беззеркальные камеры Canon. Сегодня же рассмотрим RP, конечно, не просто перечисляя какие-то спецификации, зачитывая инструкции, все это вы наверняка уже видели и знали, а посмотрим какие-то специфические особенности для фото и для видео, которые зацепили именно меня, мои личные впечатления и мой опыт использования камер. И, конечно же, вопрос перехода с зеркалки на беззеркалок. В 2021 году уже, пожалуй, пора это делать. Даже мне, который вот несколько лет на зеркалках сидит и все еще до сих пор на них, но уже пополам между кропом и полным кадром, потому что фото я давно уже снимаю на зеркальный полный кадр, на первый пятак, на второй пятак, на 6D пробовал. Но все это старые камеры и недорогие. Именно поэтому я ими пользуюсь. Современные же полнокадровые зеркалки все еще до сих пор достаточно дорогие. Поэтому для видео я, например, пользуюсь кропнутыми камерами типа 200D или 80D. Кстати, с 200D, который у меня вот здесь, мы сегодня достаточно много будем сравнивать RP, поскольку у них много общего. Вот. И встает вопрос, на что переходить? R6, как я и сказал, великолепная камера, но очень дорогая. Соответственно, будет ли RP или R лучше того, что можно получить в зеркале? Прекропнутого или, скажем, полнокадрового, типа 6D2 или 5D3, 5D4. Это все еще достаточно актуальные камеры и профессионального уровня. Но даже вот RP, это хоть и начального уровня камера, но уже нового поколения и новой системы беззеркальной. Соответственно, новый байонет, новые объективы и все новые функции. Вот и разберем, есть ли такой большой профит в этом, чтобы переходить, да еще и с большим бюджетом, имеет ли это смысл? И сразу могу сказать, что не всегда некоторые из вас более продвинутого уровня даже могут быть разочарованы тем, что предоставляет RP и даже тем, что предоставляет EOS R, хотя она прилично дороже, чем RP. Но сегодня сконцентрируемся на RP и давайте сначала общие какие-то положения рассмотрим, за которые зацепился мой глаз. Например, это корпус. Я здесь на ноутбуке буду подсматривать свои подсказки. Это корпус. Вообще, когда только вышли полнокадровые беззеркалки, первая из них была EOS R, на которой мы снимаем. RP вышла потом, как ни странно, да, более начального уровня камера вышла вторым номером, а первая вышла R, такая более приличная. Я сразу обратил внимание, что очень-очень уж она похожа все на ту же самую 200D или на 250D. Вот вы можете посмотреть, что элементы эргономики практически вообще полностью взяты отсюда. То есть, D-pad точно такой же, кнопки, инфо, компенсации, не компенсации экспозиции, а фиксации экспозиции, колесо режима в том же месте. Ну, в общем, много чего очень похожего. И очень похоже качество сборки. То есть, такой же дешевый пластик. Он здесь на RP более матовый, на 200D более глянцевый. Но очень все похоже. И качество сборки, в общем-то, неплохое, как у всех Canon. Тут ничего не могу сказать. Никаких там зазоров, каких-то люфтов. Ничего нет. Все нормально. Вот. Но, конечно, ощущается, что это самый-самый такой дешевый вариант сборки и материалов. И вот, подержав в руках и R6, и Canon R, конечно, это самый такой простой и бюджетный вариант отделки камеры, скажем так. С другой стороны, я никогда не сталкивался ни на каких своих камерах Canon с какими-то проблемами в погоду, в снег, в дождь. Даже если они официально не защищены от погоды, вот как 200D, например, самая простая и там одна из дешевейших, приличных камер Canon. Ну вот. Я от погоды никогда не страдал. Так что и здесь, думаю, что не будет никаких проблем. Тем более, что заявляется, что здесь уровень пыли-влагозащиты, как у 80D. А у 80D, вообще-то, приличный уровень защиты. Хотя с сборкой, качество сборки, мне кажется, что на 80D, по крайней мере, по ощущению, в руках лучше, чем на RP. Касательно качества сборки, один неприятный момент я заметил, которого не видел ни на одной беззеркальной, зеркальной, кропнутой полнокадровой камере с поворотным экраном. Это то, что этот экран здесь немножечко хлюпает и имеет люфт. Вот смотрите. Вот он наш поворотный тачскрин в закрытом состоянии, перевернутом, типа в безопасном. И у него есть люфт. То есть, когда я нажимаю, он действительно люфтит чуть вниз, чуть вверх. То есть, он не плотно лежит. Если мы его переворачиваем, как обычный экран, он ложится очень плотно и не люфтит. Всё очень хорошо, как вы можете здесь видеть. Но если его перевернуть в положение для хранения или в безопасное для экрана, то он крышкой закрывается не до конца и люфтит. Это вроде не то, чтобы беспокоит, но момент неприятный. Я не знаю, это конкретно данный экземпляр так люфтит или все RP-шечки такие. Если у вас есть RP, напишите, есть ли у него такая же особенность с экраном. Ну, если какие-то другие ещё особенности есть, тоже напишите. Что здесь у нас ещё? Камера очень тонкая. Я вам на перебивках всё это буду детально показывать. Это, наверное, самая тонкая камера из всех, что я когда-либо вообще держал в руках. Есть, конечно, какие-нибудь там, наверное, Sony, которые славятся тоже своими маленькими размерами. Но вот у Canon я таких тоненьких камер ещё не встречал, не держал в руках. Как вы видите, она совсем тонюсенькая и маленькая, и лёгкая. Здесь дополнительный гриб внизу, я сейчас про него чуть позже скажу. Но действительно очень-очень маленькая, тоненькая и очень лёгкая камера. Это, с одной стороны, большое преимущество, конечно. Вес, компактность где-то взять с собой в путешествии и тому подобное. Но, с другой стороны, есть некоторые недостатки. А именно, маленький гриб... Ну, давайте с него тогда и начнём. По высоте камера примерно такая же, как и 200D. Они практически один в один. Давайте вот посмотрим, да. Здесь вот дополнительная рукояточка гриб. Сейчас я её сниму, не сниму, а покажу вам и расскажу. Ну, вот по высоте они абсолютно одинаковые. К чему я их так сравниваю? К тому, что если держать, допустим, ту же 200D в руках, то, как правило, мизинец не помещается на гриб. То есть, это удобная камера. Может быть, для детей или для девушек неплохо. Но для большого взрослого фотографа мужского пола, конечно, мизинец не помещается, не очень удобно держать. С точки зрения компактности это замечательно. С точки зрения эргономики не очень. Так вот здесь мне камеру передали с таким вот замечательным устройством, прикручиваемым прямо к штативному креплению. Ничего хитрого. Просто закручивается любой отверткой или, там, скажем, ложкой или ножом. Есть прорезь. Это вещь, которая удлиняет гриб. И получается очень удобно. Прямо как раз мизинец ложится. Вот смотрите. Все супер вообще. То есть, гораздо удобнее держать, пользоваться, снимать. Здесь есть еще некоторые профиты. Внизу находятся два отверстия под штативные крепления двух разных диаметров под разные штативы. Маленькие, большие. Соответственно, крышечка от батарейного отсека просто снимается. И, благо, она имеет возможность сниматься и перевешивается сюда. Но это, в том числе, возможно, потому что для IRP доступны, конечно, родные удлинители гриппа, так сказать. Они ровные и плоские. Никакой функциональности не добавляют, кроме удобства хвата. Здесь же этот гриппчик, он такой более функциональный, поскольку в месте непосредственно гриппа он, соответственно, чуть больше. А там, где камера, на дне камеры, там меньше. И, с одной стороны, он не стоит тогда горизонтально, потому что неровный. С другой стороны, здесь такие есть рельсы. Впечатление, что это отдельное крепление под штативы сразу, чтобы без штативной этой подставочки можно было на рельсы, на штатив. Ставить на стандартное крепление. Вот. Такие вот плюсы. Здесь есть прорезь, возможно, для теплоотведения от камеры. В общем, очень удобная штучка. Я покажу, какая тут маркировка на ней, я не знаю. Но, наверняка, сторонние производители много таких вот удобных штук делают. И для IRP это очень удобно. То есть, если вам нужно куда-то путешествовать и нужна компактность, то эту ручку лучше открутить. Пусть вам будет не так удобно, зато меньше места в рюкзаке или сумке займет. Если же у вас где-то фотосессия портретная или что-то серьезное в фотосессии, то, конечно, с такой ручкой гораздо удобнее. Держать камеру приятнее. И вы дольше сможете держать, поскольку нагрузка будет распределяться равномернее между всеми пальцами. Также недостаток, как ни странно, вот маленького веса и маленького размера, это то, что меньшая стабилизация с объективами. То есть, внутренней стабилизации в нем матричной нет. Это один из недостатков и довольно приличных недостатков камеры после того, как вы подержали в руках R6, в которой замечательная матричная стабилизация. Вот после R6, конечно, IRP это неприятный момент. Но она, соответственно, там раза в три дешевле, чем R6. Так вот, с учетом, что нет стабилизации, и особенно если не вешать сюда большие объективы, то есть сохранять ее компактность, как вот, например, у меня здесь такой наборчик, то легкий корпус, он добавляет тряски рукам. От физики никуда не уйдешь. Чем тяжелее устройство, чем тяжелее объектив, чем тяжелее камера, тем меньше она в руках у вас трясется. Поэтому легкий вес, это компактность, это меньшая нагрузка, соответственно, но большая тряска. Поэтому желательно объективы с оптической стабилизацией или гимбол, какие-то стабилизаторы электронные или стедикам использовать, если вам это, конечно, необходимо, или штативы. Вот, так что в маленьком весе есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну и, конечно, учитывайте, что эта камера полнокадровая, и если вы хотите вешать на нее полнокадровую оптику, то она весит тоже прилично и гораздо больше, чем оптика, скажем, кропнутая. Поскольку полный кадр, больше сенсор, больше пятно изображение, больше светосила, больше объективы, больше стекла в прямом смысле, большое стекло тяжелее. От физики никуда не уйдешь. С другой стороны, можно использовать множество объективов через официальный переходник с RF на EF, как у меня вот здесь сейчас установлен. Вы, соответственно, можете использовать гигантское количество объективов, как полнокадровых, как у меня здесь стоит блинчик 40 мм, так и даже кропнутых. Эта камера поддерживает кропнутые объективы, что приятно. Раньше не было такой возможности, и полнокадровые зеркалки Canon не поддерживали кропнутые объективы. На эту же камеру с этим переходником вы можете вешать любой объектив, хоть кропнутый, хоть полнокадровый. Хоть родной, хоть от сторонних производителей. Хотя могут быть и некоторые проблемы, о которых я расскажу отдельно. В общем, подытожим, камера заметно легче, чем EOS R или EOS R6. Это как плюс, так и минус. Решать вам, что вам важнее, какие конкретно функции. Здесь стоит маленькая батарейка, что, опять-таки, с одной стороны, может быть плюсом, если вы апгрейдитесь, например, с 200D. Поскольку в 200D точно такая же LPE-17, как и в RP. Если у вас есть обе эти камеры, то вы можете RP сделать вашей основной полнокадровой. В 200D можете сделать запасной кропнутой, батарейки у них будут одинаковые. С одной стороны, это удобно. С другой стороны, батарейка эта действительно маленькая, и надолго ее не хватает. Я думал, что ее хватит на меньшее количество времени, честно говоря, заочно. Но потестировав, в общем-то, достаточно. Снимать можно, вполне можно походить полдня-день, если там не сверхактивно снимать. Для прогулок, для стрита, или для какой-нибудь одной фотосессии, двух-трехчасовой, я не знаю, вполне хватит. Но мне показалось, что батарейка держится хуже, чем в 200D. Та же самая батарейка. Что, в принципе, не мудрено, потому что это беззеркалка, и экран постоянно светится. Он постоянно включен. Либо задний поворотный, либо электронный видоискатель, что тоже является экраном. На зеркалке, соответственно, если вы LCD-экран выключаете, снимаете через оптический видоискатель, то никакие затраты энергии для этого не требуются. Поэтому это тоже такой момент, конечно же, есть. Маленькая батарейка – это всегда печаленнее, чем большая. С другой стороны, маленькая батарейка снова легче, чем большая, в прямом смысле. То есть тоже вес меньше. На этой камере такая есть особенность, что сенсор всегда открыт. Он не закрывается шторками затвора. Если вы меняете объектив или выключаете камеру, адаптер меняете, то сенсор всегда открыт. Это опасно. Туда может что-нибудь попасть влага, пыль, царапнуть кто-то может, что-то упасть может вам внутрь камеры. В отличие от R или R6, у которых при выключении камеры или смене объектива затвор опускается, и ваш сенсор прикрыт. Хотя, в общем-то, большой защитой это не является, поскольку если вы точно так же повредите затвор, это обойдется, наверное, вам ремонт не дешевле или не особо дешевле, чем ремонт той же самой матрицы. Поэтому прям такой большой защитой это назвать нельзя. Но, тем не менее, момент неприятный. Я впервые с таким сталкиваюсь, что когда меняешь объективы, ты все время прям видишь сенсор, и все время страшно, что что-нибудь на него поводет, или ты его заденешь. Давайте рассмотрим эргономику. Здесь эргономика очень-очень похожа на тот же самый 200D, за просто мельчайшими исключениями. Тут есть пара дополнительных колес, кнопки все практически те же самые. Есть кнопка AF-ON, которой нет на 200D. Ну, в остальном все. MFN есть кнопка очень полезная. Но так-то все очень похоже. И конкретнее, вот что хочу сказать, здесь классическое колесо переключения режимов, в отличие от того, что на iOS R, на который мы снимаем сейчас, в отдельном обзоре посмотрите. Здесь классическое колесо переключения режимов, которое вполне удобно переключать одним большим пальцем, вот здесь так же, как на 200D. Здесь все режимы фото и переключения видео тоже через это колесо. И что хотел сказать, здесь на нем есть, помимо всех основных режимов, во-первых, есть режим FV, очень удобный, когда вы можете и выдержку, и диафрагму, и ISO выставить в автоматический режим, все три параметра, либо любой из них вручную, и в любой момент снова его сбрасывать на автоматический. То есть фактически этот один режим FV может вам заменить вообще все режимы фотосъемки. Если приноровиться ловко им управлять и перенастроить какие-то кнопки под его управление, то можно вообще одним режимом всю жизнь, наверное, и пользоваться. Вполне удобная вещь. Также здесь есть три кастомных режима на колесе управления. Это не свойственно камерам начального уровня, но особенно кропнутым, конечно, на полнокодорах это более привычная функция. В общем, три режима вы можете установить своих любых, зарегистрировать их сюда на колесо и в любой момент вызывать их просто поворотом колеса. Это такое профессиональное свойство и достаточно удобное. Причем где-то там в старых камерах был один режим, два, здесь вот целых три кастомных. Вы можете настроить. И, наверное, самый приятный элемент управления на этой камере, новый элемент управления, это дополнительное колесо, которое находится, ну, если вот так смотреть, то под большим пальцем вот здесь. Его вполне удобно крутить, и оно очень мягкое. К примеру, колесо переключения режимов, ну, на моем экземпляре, по крайней мере, довольно тугое, и верхнее колесико тоже довольно тугое, щелкающее. А вот под большим пальцем вот это новое колесо, оно очень мягенькое и очень приятное. Так что это большой плюс, оно мне очень нравится, и самый, наверное, удобный элемент эргономики на этом фотоаппарате. Но при этом очень неудобное колесо включения и выключения фотоаппаратов. Раньше был у нас всегда вот такой вот рычажок, ну, не всегда, но на большинстве камер. Здесь он вообще трехпозиционный, то есть фото, видео и выключить. Но, тем не менее, это именно рычажок, там есть за что зацепиться. Пальцу мне удобно включать и выключать. На R6, на который я вот сделал уже гигантский обзор, там такое же колесо, но у него слегка торчит кусочек, такой приделан, кусочек корпуса этого колеса, сделан выпирающий слегка, выдающийся за край колеса. Из-за него очень удобно зацепляться и нет никаких проблем включать-выключать. Здесь же колесо просто круглое, и мне это совершенно не понравилось. Такой же, кстати, на EOS R. Вот, палец может скользить по нему, там хоть оно и, конечно же, рифленое, но все равно неудобно и совершенно мне не понравилось. Такой лучше бы был старый добрый рычажок, на мой взгляд. Маленькое замечание сразу сделал, оно довольно очевидное, но я только здесь это заметил. Мне одну из камер, вот R и RP мне предоставили сразу, две вместе. На одной из них приличная карта памяти, а на другой медленная, V10 вместо V30. Как на другой камере. И вот я действительно заметил эту разницу, когда на V10 пытаешься листать фотки, просматривать, увеличивать, зумить, то действительно камера тормозит. И я сначала подумал, что эта камера тормозит, а потом понял, что, вероятно, это скорость чтения карты просто низкая. И поэтому учтите, что процессор здесь достаточно современный в этих обеих камерах. Вот. Но скорость чтения карты памяти играет, конечно, огромную роль и для записи, то есть для съемки, для съемки фото, для съемки видео, и также для просмотра. То есть при увеличении у вас просто картинка будет тормозить или при пролистывании. Поэтому обеспечьте себя высокоскоростными SD-картами. Собственно, здесь только карточка SD, которая оставляется рядом с батарейкой в батарейном отсеке, так же, как в 200D. В некоторых случаях это является минусом, поскольку не всегда удобно на штатив с таким отсеком крепить. Но в целом для меня лично эта роль никакой никогда не играла. Что хочу сказать еще? Отличие, особенно от R. Это глазок электронного видоискателя, который здесь не сильно выдается за край корпуса. На некоторых камерах он выдается гораздо сильнее, здесь совсем чуть-чуть. И с одной стороны это плюс, поскольку камера компактнее. С другой стороны минус, поскольку глазок не такой большой. И свет с краев попадает, может попадать вам туда видоискатель, отсвечивать, какие-то блики давать. В общем, наглазничек вот этот, он не покрывает целиком область всего вашего глаза. Но это неизбежно. Он маленький, поэтому если бы он покрывался, он был бы большой. И торчал бы сильно, как, например, на R. Но об этом в отдельном обзоре. Вот здесь же он маленький, компактный и довольно жесткий. То есть он не мягкий, как на R, в том обзоре я показываю. Он помягче, здесь пожестче. И, в общем, претензий никаких нет. Но можно отдельно в связи с этим про электронный видоискатель сразу сказать. Здесь он меньше разрешения, чем в R или R6. Для большинства людей, скорее всего, это будет незаметно. Он нормально работает, электронный видоискатель, все видно хорошо. Но, конечно, разрешение меньше. Если вы сравниваете с R или R6, вы разницу увидите. Если вы больше никогда ничего в руках не держали, то после оптической видоискателя вам будет нормально. Я вот как человек, много лет снимающий на зеркалке, могу сказать, что сносно. Первое время очень непривычно, как будто вы просто в телевизор смотрите, а там показывают реальность. После оптической видоискателя совсем другие впечатления. Но довольно быстро можно привыкнуть. И разрешение его сносное. То есть если не с чем сравнить, то сойдет. Если есть с чем сравнить, то увидите, что большее разрешение гораздо приятнее. Но в то же время есть тот недостаток, о котором все говорят, что если чуть-чуть хотя бы под углом смотреть в этот видоискатель, то картинка смазывается. Вот в ERP, да, действительно есть такая особенность. Что еще по эргономике? Здесь очень приятно. Но это во всех современных беззеркалках Canon. Очень сильно кастомизируются все элементы управления. Практически все кнопки и все колеса, которые здесь есть, можно переназначить на другие функции. Причем почти все кнопки, почти на все функции. Там есть, конечно, ограничения, но огромный выбор и гигантский набор. И в связи с этим эргономика в целом получается очень хорошая. Мне вот и на 200D очень нравилась эргономика. Я даже снимал когда-то видео, одно из самых популярных у меня на канале, 80D против 200D. И там эргономику я назвал, ну, чуть ли не преимуществом 200D перед 80D. Конечно, об этом можно бесконечно спорить, но на 200D действительно замечательнейшая эргономика, и все можно быстро и ловко делать. Примерно так же и на ERP, хотя здесь даже больше элементов управления, чем на 200D. Но здесь мне, по крайней мере, пришлось все передназначить, все кнопки для удобства. И сейчас ради интереса я могу вам рассказать свой сетап. Почему пришлось передназначить? А именно для того, чтобы использовать максимально передовые функции. То есть, в частности, отслеживание по глазу, переключение точек автофокуса и так далее. К примеру, переключение точек и зон автофокуса я назначил на кнопку MFN, которая вот здесь вот спереди. Я не помню, возможно, оно там по умолчанию и находится. Прямо перед кнопкой затвора, такая вот малюсенькая кнопочка, она везде на 70D, на 80D. Самая удобная и привычная, особенно после зеркалок, для переключения точек или зон автофокуса. Дальше. Чтобы быстро переключать между режимами серво и one-shot, то есть, покадровой фокусировкой или непрерывной фокусировкой, что очень важно и очень удобно. Кстати, у меня есть видео, посмотрите на канале, о том, как это включать и ловко переключать на старых зеркалках, хотя это не везде есть. Ну, в общем, здесь я назначил переключение ваншота серво на кнопочку звездочки, фиксация экспозиции. По умолчанию я фиксацию экспозиции не припомню, чтобы вообще когда-либо пользовался, поэтому на звездочку я назначил серво и ваншот. Кнопку AF-ON, отвечающую за фокусировку, я переназначил на включение и отключение, соответственно, слежение по глазу. Поскольку фокусировку можно осуществлять и обычным полунажатием на кнопку затвора, то AF-ON для фокуса не требуется, а вот переключение и отслежение глаза – это очень удобно. И переключал, конечно, кнопку Info, сделал себе так, чтобы удобно разные экраны можно было переключать, в том числе и просто сделать экран с параметрами, то есть не отражающий вашу картинку, не светящий ярко, например, где-нибудь, когда вы в темноте снимаете, а просто черный экран с параметрами, как раньше было на всех зеркалках, а пользоваться при этом, соответственно, электронным видоискателем. Ну и кнопку выбора точек автофокуса, она же лупа здесь по умолчанию, я оставил именно лупой увеличением, поскольку это очень удобно. Прямо при съемке вы можете увеличивать, что является одним из преимуществ беззеркальных систем, прям глядя в электронный видоискатель, вы можете увеличивать картинку в 5 или в 10 раз, как для фото, так и для видео, для предварительной фокусировки, например. Ну, фото можно и снимать, прям увеличив на 5 или 10 раз. Фото снимается в обычном размере, но когда вы фокусируетесь, вы можете увеличить и так и сфоткать. Зона фокусировки при этом уменьшается, то есть более маленькие объекты вы можете сфокусировать при этом увеличении, поэтому эту кнопку я оставил. Таким вот образом переназначив, стало все очень удобно. Соответственно, верхнее колесо осталось, если это какие-то ручные режимы, то это выбор выдержки, а новое модное удобное колесо – выбор диафрагмы. И если это автоматический режим, то, соответственно, под большим пальцем компенсации экспозиции здесь выбор того параметра, в котором режим вы снимаете. Либо выдержка, если приобретет выдержки, либо диафрагма, если приобретет диафрагмы. Остается ISO. Вот под ISO всегда на всех камерах, даже вот на старой 200D, кропнутой, дешевой, отдельная кнопка под ISO была. Это очень удобно было. Здесь же нет такой кнопки. И чисто для фото, если я бы переназначил кнопку новую, которая здесь появилась, кнопка съемки видео, я ее переназначил на ISO. Здесь есть и плюс, и минус. Плюс в том, что она будет находиться в том же месте, где у вас всегда находилась кнопка ISO, если вы снимали на зеркалке. То есть вы не перепутаете быстренько, можете переключать ISO. Это очень удобно. С другой стороны, эта кнопка действительно отвечает за видео. Здесь есть такая небольшая особенность. Вот старые зеркалки Canon, например, скажем, 650D или 70D, позволяли делать фото в режиме видео с теми параметрами, которые выставлены для видео. То есть если вы снимаете видосик, но хотите какой-то момент запечатлеть, вы можете щелкнуть, и у вас сделается кадр. Дальше камеры запретили это делать. На 200D или на 80D, если вы нажимаете полностью на кнопку затвора в режиме видео, просто ничего не происходит. Здесь же в новых беззеркалках полнокадровых Canon сделал полностью наоборот. В режиме фото вы можете снимать видео. Для этого есть отдельное меню. Я про все это расскажу или рассказал в обзоре про R6. В общем, эта кнопка действительно может пригодиться, если вы снимаете фото и в какой-то момент внезапно хотите запечатлеть на видео. Эта кнопка может вам пригодиться. Но если вы снимаете только фото, то ее, конечно, вот я переназначаю на ISO, и тогда все элементы эргономики у нас складываются. Пазл складывается, и пользоваться очень удобно. Также можно кастомизировать, конечно же, кольцо новых RF-объективов. Я покажу вам частично. Но сейчас мы снимаем на RF-объектив 35 мм 1.8 на камеру Canon EOS R. И на этом объективе есть это кольцо. И, конечно, его тоже можно кастомизировать и кучу функций на него навешать. Что меня немножко удивило, хотя это не первый раз, когда я такое вижу, здесь есть диоптер, естественно, рядом с электронным видоискателем, чтобы подстраивать под резкость вашего зрения. Если у вас зрение в минус или в плюс, вы можете это подстроить. Но нет центральной метки для тех, у кого нормальное зрение. То есть на некоторых аппаратах Canon есть прям или белая полоска, или черная. Это серединка. Выставляете по серединке и не крутите ни вниз, ни вверх. Вот у меня, например, хорошее зрение. Я бы хотел выставить что-то на серединку, а я не знаю, где здесь серединка. И приходится что? Тоже смотреть и накручивать. И, ну, типа, какие проблемы? Покрути так, чтобы тебе все было на экране резко, и тебе будет удобно. Это-то да, но наше зрение такая штука, которая подстраивается под то, что вы видите. И прежде чем у вас там совсем все будет размыто, как при плохом зрении, есть какая-то моржа и в ту, и в другую сторону, в которой зрение может подстроиться. И глазные мышцы будут перенапрягаться на самом деле. Они подстроятся, и вы будете видеть все хорошо, но будет идти перенапряжение. Соответственно, это вредно. И поэтому все-таки нужно точно подстраивать диоптер под себя. И очень жаль, что для людей с нормальным зрением нет средненькой риски, чтобы выставить нейтраль и не крутить, и не подстраивать, и не подвергать свое зрение риску. Вот так вот скажем. Нет риски, чтобы не подвергать себя риску. Дополнительно могу сказать, что чем был еще удивлен, тем, что... Ну, не удивлен, потому что я знал эти спецификации, но по своей сути интересно, что здесь есть выход на наушники. То есть раньше далеко не на всех камерах был выход на наушники, даже на приличные, вот скажем, на 80D есть выход на наушники, а на полнокадровую 6D Mark II нет выхода на наушники. Хотя это там наряду с 5D Mark IV это вот две такие там топовые зеркальные камеры, ну, на свой момент были. И на 5D Mark IV, и на 5D Mark III, кстати, которая намного старше, чем 6D Mark II, есть выход на наушники, на 6D II нет. И почему это еще примечательно? Потому что в iOS RP стоит сенсор и матрица от 6D Mark II. С небольшими твиками для беззеркалки, конечно, но это та же самая матрица того же самого разрешения с теми же самыми свойствами. И на 6D II нет выхода наушники, сюда уже впилили. С одной стороны, это приятно, с другой стороны, я где-то уже говорил, что на практике очень-очень редко пригождается выход на наушники. И я там, ну, примерно раз в год на самом деле его использую. Тем не менее, то, что они здесь есть, это плюс. Также с родными RF объективами камера показывает дистанцию фокусировки при ручном фокусе. То есть, когда вы крутите, у вас там шкала такая внизу и показывается ваша дистанция фокусировки. Это удобно, но я не думаю, что кто-то этим серьезно пользуется. Разве что для выставления на бесконечность. При этом, раньше это было также доступно на старых зеркалках Canon через Magic Lantern. Что такое Magic Lantern? Посмотрите у меня в отдельном плейлисте. Если у вас старая камера Canon, любая камера практически до 2016 года выпуска, модель, вам это обязательно нужно и очень пригодится. Вот. Поэтому такая функция есть, но работает только с родными новыми RF-объективами, со старыми EF-ами или EF-сами не работает. С точки зрения беспроводных коммуникаций, здесь уже появилась возможность немедленной передачи файлов на смартфон сразу после съемки или на компьютер по Wi-Fi. Это может быть удобно, если вы какой-нибудь инстаграм-шутер, чтобы потом не заморачиваться, или стрит-фотографии, чтобы сразу отправить кому-то съемку. Или если вы репортер, сразу делаете какие-то прокси или даже большие кадры сразу. Тут же отправляете куда-нибудь, скажем, редактору со своего планшета или смартфона. Это может быть удобно. Функция эта очень старая и прекрасно работала еще на 70D в 2013 году. В RP есть GPS. Вот Canon такие забавные ребята, они то вставляют GPS в камеры, то убирают, то вставляют, то убирают. Ну, я не знаю, я никогда не пользовался GPS, но кому нужно, в RP есть. Что нужно отметить, конечно же, в первую очередь про еще EVI, то, что есть небольшой лаг при съемке, при просмотре, при зумировании, все-таки не так все шустро работает. И, конечно, как я и сказал, это во многом зависит от карты памяти, но ничего не поделаешь, лаг, задержка, блэкауты бывают при съемке через электронный видоискатель. Это, конечно, совсем не так, как в зеркалках, где просто зеркало хлопнуло, и до этого, и после вы все прекрасно видите, в реальности никакой задержки, никакого лага нет. Конечно же, в R6, в три раза более дорогой камере, все это уменьшено, и практически незаметно. В RP это достаточно заметно, но за свой бюджет это можно терпеть, конечно же. Я ходил, снимал, и стрит, и все что угодно. Это терпимо, но не очень приятно, и слегка непривычно после оптического видоискателя. Вот. Момент такой есть достаточно забавный. Давно уже в Canon'ах есть такая функция, как задвигание объектива обратно для тех, у кого фокусировка телескопическим образом, то есть передний элемент выдвигается, а то еще и вращается. Есть такая функция в камерах, чтобы обратно задвигать эти объективы. Вот эта функция есть и в 80D, и даже в моей дешевой 200D, и вот во всех этих камерах в R, R6 и RP она есть. Но в R и R6 она работает со всеми объективами, даже с самыми старыми, даже со всеми зеркальными еще с прошлого века. Если они выдвигаются, вот я пример вам показываю, то при выключении камеры объектив задвигается обратно на бесконечность, то есть уменьшается. На RP задвигаются обратно только современные объективы с мотором STM. Вот, например, данный RF 35 мм STM или вот эти 40 мм STM, да, они задвигаются. Старые же, как на R или R6 не задвигаются. Причем, неважно даже выдвигаются он или нет, фотоаппарат просто сбрасывает фокусировку на бесконечность по умолчанию. Соответственно, если объектив выдвигался, он задвинется обратно, если не выдвигался, то шевелиться никуда не будет, но на дистанции фокусировки значения попрыгают. Такие вот дела. Так что, если у вас старые объективы, то нужно будет задвигать их вручную перед тем, как выключать камеру. Маленькое такое замечание, которое мало кого, скорее всего, будет волновать, это отсутствие встроенных эффектов. То есть, даже в камере начального уровня, RP, здесь есть кое-какие эффекты, я про них расскажу позже, но встроенные эффекты, например, которыми я пользовался с большим удовольствием, это ЧБ, зернистый, миниатюра или игрушечная камера. Это прикольные эффекты, я регулярно их использовал в своем инстаграме. Они есть в 200D, и в 80D, во всех старых любительских и кропнутых камерах оно есть. Вот в полнокадровых, типа серьезных камерах эти эффекты убрали. Ну, с одной стороны мелочь, с другой стороны неприятно, потому что я лично, по крайней мере, вот тремя эффектами, ЧБ, миниатюра, игрушечная камера, я пользовался, это очень прикольные эффекты. Вот, остальные там скучные, эти три прикольные, ну, их действительно отсюда убрали. С другой стороны добавили обработку RAW-файлов и даже в двух вариантах. Но об этом мы поговорим сейчас, когда зайдем в меню камеры и будем делать это прямо сейчас. Все подробнейшим образом меню разбирать мы не будем, поскольку большинство функций там переехали еще из зеркалок, и причем даже самых древних, и вы все это должны уже давно знать. А если нет, то посмотрите, какие-то обзоры старых любых камер. Те же функции, которые новые и беззеркальные, большую часть из них я тоже рассмотрел в своем обзоре Canon R6, где каждый пункт меню был разобран. Здесь же сегодня мы рассмотрим только RP и только то, что отличает эту камеру от остальных, которые я обозревал, или от зеркалок, или от R6, или от R. И поэтому сейчас давайте переместимся на заднюю часть камеры, посмотрим в меню, и я расскажу вам, что там прикольного, а что не очень. Что еще можно сказать про видео в RP, это то, что здесь нет 120 кадров в секунду вообще. В iOS R есть 120 хотя бы в 720p, об этом в отдельном обзоре. Здесь вообще нет 120 кадров в секунду, то есть фактически это не апгрейд с того, что уже существовало до этого. Допустим, на 200D, на 80D есть Full HD при 50 или 60 кадрах в секунду с полной поддержкой дуал-пикселя, так же, как и здесь в RP. Все то же самое есть. Но если вы хотите апгрейд, апгрейд может быть в две стороны, с точки зрения разрешения или с точки зрения фреймрейта. С точки зрения разрешения RP не является апгрейдом, потому что 4К здесь, ну, формально это апгрейд, но на самом деле использовать его практически нереально, потому что роллинг-шаттер, потому что большой кроп, и, соответственно, нет дуал-пиксел автофокусов, 4К здесь. То есть для студийной съемки, вот даже как сейчас, если вообще не шевелится, можно использовать 4К. Роллинг-шаттера не будет, потому что вы не паронармируете камеру. Кроп зависит от вашего объектива, какой угол обзора вы выберете. Ну и дуал-пиксел может не пригодиться, если вы вручную настроите фокус. Потому что со светосильными объективами, если вы хотя бы немного дальше или немного ближе будете гулять от объективов, вы просто окажетесь не в фокусе. Поэтому 4К практически бесполезная вещь в RP. Ну и с другой стороны, можно апгрейдиться с точки зрения фреймрейта, то есть чтобы получать больший слоу-моушен и снимать, например, 120 кадров в секунду. Там мобильники давно уже 240 снимают, а то и больше там по 1000 кадров в секунду мобильники снимают. Но там маленький сенсор, совсем другое разрешение и нет выбора объективов. Вот здесь же Canon EOS R снимает 720, как я сказал, при 120, со своими ограничениями, которых в отдельном обзоре. RP же вообще не снимает 120 кадров в секунду, поэтому с этой точки зрения для видеофункции тоже нет никакого апгрейда. Ну вот такая вот особенность. И вы можете вот снимать, соответственно, только 25, 24, 25, 30 кадров в секунду, либо 50, 60 в Full HD. Ну а в крупном режиме вообще вот такие ограничения, только 4К сильно кастрированы или HD, ну тоже, которого уже маловато на современном этапе. Интересно, что из RP можно получить 4К без кропа, но если вы снимаете таймлапс. То есть таймлапс почему-то во всю ширину снимается без кропа. Возможно, это связано с тем, что RP это такая типа копия 6D Mark II и сенсор оттуда же. И 6D Mark II тоже снимает 4К таймлапс. Он не снимает просто 4К, только Full HD по умолчанию, но если вы снимаете таймлапс, то в 6D Mark II тоже можно выбрать 4К. Также и RP снимает 4К таймлапс без кропа. При этом фокус по глазу и лицу работает отлично и на фото, и на видео. Ну, Full HD, конечно же. И вполне можно им пользоваться. И вот для портретных съемок, для предметных каких-то съемок автофокус очень хорошо работает. В RP у меня нет никаких претензий к нему. Впрочем, как и не было их до этого, если снимать на зеркалках в режиме Live View, то есть при помощи Dual Pixel. Здесь тот же самый Dual Pixel по большому счету, что и в 200D, 80D, 800D, по-моему, сейчас уже Dual Pixel есть. 850, 90D, там тоже везде есть Dual Pixel. Другое дело, что это кропнутые камеры, все-таки полный кадр, это немножко другое. Но, тем не менее, у вас фактически только одна система фокусировки, это самый Dual Pixel, потому что он, соответственно, работает и через электронный видоискатель, это то же самое, и через обычный Live View с поворотным экраном. Но разница в том, что некоторые объективы, например, самые старые, особенно сторонних производителей, просто вообще могут не фокусироваться совсем. вот я делал обзор, посмотрите, большой ролик на объектив Tamron 60 мм с диафрагмой f2, макро. Это очень хороший, оптически очень хороший объектив и очень недорогой. У него есть некоторые минусы, но в целом это на бюджете, я считаю, лучший кропнутый портретник, который можно даже использовать на полном кадре, он почти полностью покрывает полнокадровый сенсор, минимальная винетка остается. То есть, его замечательно можно было бы использовать вот на R-ке, на которой снимаем сейчас, или на R-P, которая вот здесь вот у меня передо мной. Но я его протестировал и он вообще не фокусируется на R и R-P, поскольку это старый объектив, у него проблема с фокусировкой и через оптический видоискатель он фокусируется сносно, потому что в зеркалках есть дополнительно другая отдельная система фазовой фокусировки с отдельным зеркалом и так далее. Вот здесь же только Dual Pixel и вот этот старый Tamron 60 мм вообще не фокусируется просто никак, совсем. Он просто рыскает и не может сфокусироваться через Dual Pixel вот в R или R-P. И я уверен, конечно, что это не единственный объектив, с которым могут быть такие проблемы, а так как R-P это бюджетная камера и наверняка вы захотите к ней и недорогие объективы, то будьте готовы к тому, что вот на каких-то старых недорогих объективах такие вот проблемы могут вылазить и это может оказаться очень печально. Родные же Canon's объективы, что крупнутые, что полнокадровые, работают замечательно, фокусировка прекрасная, фокус по глазам замечательный, но работает он гораздо медленнее, конечно, и не так надежно, как в R6. То есть в целом он работает замечательно. Если вы никогда этим не пользовались, вы будете просто в полнейшем восторге от фокусировки по глазам, от непрерывной фокусировки по глазу, как в фото, так и в видео. Но если вы когда-нибудь подержите в руках R6 или R5 или R3, вот сейчас буквально со дня на день выходит, то вы поймете, насколько быстрее и точнее там все работает, поскольку там процессор мощнее и там Dual Pixel 2, то есть тоже какая-то улучшенная версия Dual Pixel там есть, и она действительно шустрее. Я пробовал, могу это утвердительно заявить. А в R и Rp это все работает неплохо, но я не увидел какой-то критической разницы, скажем, с отслеживанием, с обычным отслеживанием по лицу, например, в 200D, который я сейчас оставил без объектива. Вот, то есть те же самые портреты в режиме Live View с непрерывной фокусировкой по лицу можно снимать и на все старые зеркалки, ну, где есть Dual Pixel, где есть, скажем, поворотный экран, где это удобно делать. Ну вот, и в принципе никаких проблем со съемкой портретов на тех камерах я не увидел. И что по глазу, что по лицу, все равно глаз получается в фокусе, даже при фокусировке по лицу. То есть с портретами нет проблем и до этого не было на Dual Pixel в режиме Live View. Здесь, конечно, да, фокусировка по глазу это следующий шаг, следующий этап развития технологий, но критической разницы я не увидел. А вот в R6 разница есть. Более мощный процессор и новый второй Dual Pixel конечно работают быстрее, точнее, меньше ошибок, более мелкие зоны, то есть издалека он уже на большем расстоянии ловит глаз, видит глаз, чем вот Dual Pixel 1 в R или RP. И, конечно, есть еще фокусировка по глазу животных. В R3 сейчас обещают фокусировку по глазу мотоциклов и автомобилей. То есть все-таки технологии идут вперед, но вот R и особенно RP я не считаю большим апгрейдом с этой точки зрения. Вот такое вот мое заключение. Лично я RP себе точно не хочу, в этом я определился. Ну, как себя поведет R, посмотрите в отдельном обзоре. R, конечно, лучше, чем RP. Неспроста она стоит почти в два раза дороже. Вот, RP-шечку лично я для себя не считаю таким уж апгрейдом и, конечно, не предпочту RP вместо каких-то даже последних зеркалок. Хотя новых уже не планируется выходить. Но старые зеркалки не уступают по функциям, в некоторых случаях даже могут превосходить. Главные плюсы, конечно, RP, то, что есть фокус-пик, то, что через электронный видоискатель вы видите реальную экспозицию и видите тот же самый фокус-пик, видите 5-10-кратное увеличение прямо в глазок, чего через оптический видоискатель, естественно, сделать невозможно. Конечно, большая зона фокусировки на зеркалке через оптический видоискатель мало точек. Да даже если их много, они все равно не охватывают весь экран, как охватывают RP или R или другие беззеркалки. Но, опять-таки, в зависимости от объектива, как я вам уже показал. Вот. То есть для меня главным, наверное, преимуществом электронного видоискателя и беззеркалок, да, является большая зона охвата точек фокусировки, быстрое перемещение этих точек пальцем по экрану, поддержка новых объективов, впрочем, как и всех старых, что очень удобно, и отображение реальной экспозиции в электронном видоискателе. Но для тех, кто фоткал на зеркалке всю жизнь или хотя бы, как я, сколько-то лет, определенное количество, и фоткает с полностью ручными настройками, с одной точкой фокусировки на первый пятак и получает замечательные картинки, это не является таким уж преимуществом. Поэтому для себя RP, пожалуй, я не предпочитаю точно. Ну, а R посмотрим в отдельном обзоре. При этом R6, несомненно, если у вас есть бюджет, R6 беспрогрешный вариант, можно все камеры применять на R6. Это супер. Итого, какие выводы можно сделать? Это замечательная камера в целом за свои деньги. Если вы не можете себе позволить ничего большего, а только RP, адаптер и, соответственно, какие-то объективы старые EF или EF-S, то замечательно можно пользоваться этой камерой. Она очень хорошо, я бы сказал, подойдет где-то на периферии, в небольших городах, деревнях, селах, где и вы себе не можете позволить более дорогую камеру. И ваши потенциальные клиенты, скорее всего, тоже не смогут вам прилично платить, чтобы вы отбили более дорогую камеру, даже если вы можете ее себе купить. То есть на бюджете это очень хороший вариант, для какого-то местного телевидения подойдет, например, для работы в газетах, в журналах местных, каких-то крупных, не имеющих большого бюджета. Вы можете получать фотографии абсолютно профессионального уровня и видео профессионального уровня разрежением Full HD. На 4K не рассчитывайте. Здесь все есть, если вы работаете с репортером, есть микрофон, есть наушники, все замечательно, то есть большая часть необходимых функций и гигантский выбор объективов есть. Если же вы, конечно, фотограф с претензиями, то все вышеперечисленные недостатки данной камеры будут вас печалить и я бы советовал, конечно, копить на что-то подороже. А до этого вполне можно обходиться и зеркалками, но от среднего до топового уровня они в целом будут не хуже как по качеству картинки, так и по функциональности. А с вами был Пауль Крец. Подписывайтесь на канал, становитесь спонсором, ждите новых обзоров и увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok